Бывший лидер группы Ляпи Струбецкой и автор нового проекта «Брутто» Сергей Михалок и его продюсер Антон Азизбекан обратились в Министерство культуры Украины с просьбой помочь получить право на постоянное жительство в этой стране. Михалок объяснил свое решение тем, что поддержка группы Ляпи Струбецкой революционных событий в Украине негативно и враждебно воспринимается властью Белоруссии и России, и в этих странах создаются препятствия для его полноценного творческого процесса. Поэтому лидер «Брутто» и его продюсер, не отказываясь от белорусского гражданства, решили получить право на постоянное проживание в Украине. В Белоруссии Ляпи Струбецкой фактически отказался под запретом в 2011 году, после того, как музыканты резко осудили разгон массовой оппозиционной акции после президентских выборов 2010 года. Мы связались с Сергеем Михалком, и я попросил ее объяснить нам перемещение его из матери городов русских Минска в матерь городов русских Киев, что его привело туда и когда он начал двигаться на юго-запад. Начнем с того, что я в движении нахожусь уже больше пяти лет. С того момента, как группа Ляпи Струбецкой стала негласно преследоваться властью в Белоруссии, я, в общем-то, постоянно меняю геолокацию. Не секрет, что было заведено несколько уголовных дел, инициировано белорусскими властями, прокуратурой, в соответствии с Следственным комитетом, сфабриковано дело о так называемом оскорблении президента Республики Беларусь Лукашенко. Мне пришлось некоторое время скрываться на территории дружественного Евросоюза, Москва, Киев, Кишинев, Тбилиси. В общем-то, я кочевал весь день, нигде подолгу не задерживался. А так как группа Ляпи Струбецкой – это анархосиндикат, то ребята приезжали на концерты, куда я приезжал, репетировали в дороге. В общем-то, поэтому то, что я появился в Киеве, это не неожиданность. В Киеве мы записывали с Ляписами свои три последние, самые боевые альбомы – «Рапкор», «Матрешка», «Веселые картинки». Здесь же мы снимали самые боевые клипы с Александром Стеколенко. Ну, в общем-то, здесь живут наши друзья. И после того, как мы поддержали Майдан, как мы выступили на Майдане, а наша песня «Воин из света» стала негласным гимном Майдана, как наши песни «Рапкор», «Броненосец», «Матрешка» стали звучать на баррикадах, они стали звучать на улицах Киева, на концертах, куда приезжали наши белорусы с червоно-белыми флагами и вместе с украинцами кричали различные кричалки антиимпериалистические. Группа Ляпи Струбецкой год почти подвергалась жесткому прессингу. То есть у меня были допросы с офицеров ФСБ российских, постоянно присутствовали на концертах оперативники из подразделения «Э», это подразделения по борьбе с экстремизмом молодежи. Потом просто менты на уровне городских, прокуроры. Ну, в общем, я так свыкся с их присутствием, что мы для них даже отдельный столик всегда готовили в гримерках группы Ляпи Струбецкой. Группа Ляпи Струбецкой завершила свое существование в августе прошлого года тем, чтобы я создал группу, над которой работал последние пять лет. Это группа Бруса, новый мой коллектив, состоящий из молодых андеграундных персонажей, футбольных хулиганов, спортсменов именитых. И мы попытались вместе с ними поездить, подавать концерты, но, в общем-то, оказались опять персонами Нонграда. Наши концерты запретили и в России, и в родной Белоруссии. А после того, как стали поступать угрозы непосредственно участникам коллектива, угрозы организаторам концертов, мы, в принципе, приняли решение перенести штаб-квартиру нашего коллектива в город Герой Киев. Вот здесь я сейчас живу вместе со своим другом-продюсером Антоном Мазизбекяном. Работаем, готовимся к съемкам, к записям. Сергей, вам с белорусским паспортом дадут там жить или надо будет просить украинское гражданство? Все идеи, которые мы пропагандируем, то, что мы воспринимаем в песнях, это идеи, как минимум, огромной части белорусов. Мы тоже считаем себя частью Европы, и нам, в общем-то, нету дела до достаточно скользкой политики власть, придержащих Белоруссию. То есть и вашим, и нашим, и переговоры с Кремлем, и поддержка и сепаратистов из ДНР, ЛНР, и потом ручканье с законной властью Украины, с Порошенко. Нам это все мне очень нравится. Мы считаем себя свободной, независимой Белоруссией, и моя позиция – это не позиция маргинала. Поэтому я отказываться от гражданства Белоруссии не хочу. Но для того, чтобы мы легально жили в Украине, мы, в общем-то, получим здесь вид на жительство. Мы встретились с министром культуры. Для меня было неожиданным увидеть не какого-то старого чинуша, говорящего штампами. Молодой, классный парень. Так что свободная и, как мне кажется, революционная и по-прежнему самая европейская из тех бывших стран Украина нас приняла радостно. Все хорошо. Сергей, желаем скорейшего получения вида на жительство и дальнейшего расцвета вашего анархосиндикализма. Большое спасибо. Спасибо вам огромное. Да, и я приглашаю на концерт тебя. Приходи на концерт Брута. Я думаю, что мы планируем там через 2-3 месяца тур по Европе. Я думаю, что и Европа пускай посмотрит, что мы можем ломить настоящий прогрессивный ЗОЖ-хардкор. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова